всем хай друзья меня зовут зак и я в очередной раз раз точнее очередной раз рад вас всех привет да что ж а насколько я помню вот насколько я помню сейчас будет та самая миссия когда нам дадут немножко другую маску и соответственно и по-хорошему я тоже должен был бы уже переодеться да то есть вот эту маску еще все дети и но чет не не охота мне охота сейчас последний эксперимент залпом часа снять дату частного 4 эксперимента и вот за там хочу сейчас еще 5 отснять соответственно возможно я и надену в следующих роликах но в таком случае она мне будет уже соответственно не нужно потому что это уже будет не очень то тематически но так как я купил я и наверно один в следующем ролике а сейчас посижу все по прежнему вот в этом вот обличии да то есть все не внутри твой кофточки в синие кофточки Ну, такой немножко голубоватый Голубоватый даже, а не синий И вот с такой вот синей маски Посижу сейчас, тогда я в таком случае Немножечко вот так вот Еще вот, еще вот так вот посижу, да Да что ж такое-то, не могу разблокировать телефон Что за лажа? Протирую экран, так Отлично Что по плану? По плану Я его даже не открыл, я забыл его открыть Точнее, закрыл его, получается А по плану, друзья, знаете что? Эксперимент будет называться Что будет, если не убивать Марка Барбаригу Марка Барбарига В Assassin's Creed 2 Попробуем долгое время просто Стоять или сидеть в сене А уже потом Попробуем сбежать С карнавала Сбежать с карнавала Ну что ж, вот такие вот дела Не помню миссию, совершенно не помню Но вот, судя по плану Это последняя миссия в этой последовательности Это последовательность девятая Насколько я сейчас, опять же, помню ДНК, давайте зайдем Это девятая последовательность Девятая последовательность Я уж слова, блин, не выговариваю Пятый эксперимент с залпом И, короче Да, это девятая последовательность И получается последняя миссия В этой последовательности Видите, да? Последняя, последняя миссия Значит, следующая последовательность У нас уже будет десятая Ну и друзьям, вот надеем дела Что ж Вы готовы? Наверное, да Наверное, я единственный, кто тут не готов Поэтому надеваем наушнички Э, слушай Прости, Эцио Мы не знали, что Сильвио пойдет на обман Хм, а должны были Сестра, ты просила нас сообщить Если мы увидим того гада, который украл золотую маску Он идет на праздник к Дожу Я иду за ним Перехвачу по дороге на бал и отберу маску Как? Прибив этого Стронца? Да Ты знаешь, что на кону Нет Если ты убьешь его, они отменят праздник И Марко вернется во дворец А тогда наши труды снова пропадут даром Нет, ты должен украсть маску И тихо Мои девочки помогут тебе Они уже идут ко дворцу Разойдутся вдоль пути и отвлекут его внимание Пока ты будешь воровать маску Ла бене Это можно Стронце Стронце, ла бене Так Лобанов Бурное веселье Миссия называется Бурное веселье Украдите золотую маску У Данте Моро Чтобы попасть на праздник И убить Марка Барбариго Очередной заговорчик Друзья Тот самый Марк Барбариго Я его помню Да Я его помню Это заговорчик очередной И короче Наша задача сейчас Украсть вот эту маску У Данте Моро Вообще Это наша маска Почему мы ее должны Красть Это наша маска Мы ее должны Честно забрать Потому что она наша Наша Попробуем Мы ее выиграли Они у нас ее забрали Ну и короче Написано Украдить золотую маску У Данте Моро Мы ее сейчас украдем Получается А потом надо попасть На праздник И убить Марку Барбариго А судя из Плана Который я только что Прочитал Мы попробуем Не убивать Марка Барбариго Судя по всему Мы попробуем Не убивать Марка Барбариго И типа Что мы там будем Еще раз сделать Долгое время Просто стоять Или сидеть в сене Ну а потом Попробуем Сбежать с карнавала То есть Не убивать Марка Барбариго Попробуем Сбежать с карнавала Типа как бы Стоять на месте, там все не спрячемся И сбежим с карнавала Что ж, вперед Вперед, друзья Экспериментировать Это ведь рубрика эксперименты Так, у меня тут капсулук включен случайно Поэтому отключаем и отправляемся на карнавал Сейчас Эдсо переоденет вот эту свою обычную маску На более стильную и золотую То есть сейчас у него какая-то серебряная маска А вот-вот мы наденем какую-то золотую маску Я так понял, да? То есть сначала нам надо ее украсть А потом мы ее наденем И, соответственно, как я и сказал Тематически я, по идее, тоже должен был выглядеть сейчас Не в синей маске сидеть А в золотой Я ее уже показывал То есть я должен был переодеться Но как бы специально для этого эксперимента переодеваться я не хочу Я хочу сейчас его отснять Последний эксперимент с залпом сегодня, да? И, соответственно, уже тогда в следующих экспериментах По сути карнавал уже закончится Но я буду все по-прежнему сидеть в маске Блин, да, в маске буду сидеть, только уже на этот раз золотой А не в этой Блин, вы обнаружены А как мы сейчас украдем-то? Я забыл Надо, типа, куртизанок подкупить, что ли? Я совершенно забыл, как это делается Ой, да-да-да, надо, походу, куртизанок подкупить Сейчас он нас потеряет Ну-ка, убери топор Размахался И оп До свидания Кража прошла успешно Кража прошла успешно Короче, на нас тут стража согрелась Черт возьми И вообще, давайте, знаете тогда, в чем мы сегодня проверим? Наверное, тогда будет два эксперимента на этом задании Потому что задание очень объемное Поглядим, куда тогда уходит вот этот Данте Моро после того, как мы у него крадем маску Куда он девается? Он исчез, да? Он девался Да, наверное, это и будет суть сегодняшнего эксперимента Тогда действительно будет очень даже тематически То есть я сейчас запишу вот в этой синей маске на этой миссии, да? И как раз Уже тогда в следующем эксперименте Мы как раз только-только переоденем Вот эту серебристую маску в золотую Которую только что взяли у Данте Моро И как раз даже я в реальности уже буду сидеть в золотой, а не в синей маске Это будет даже тематически Поэтому сегодняшняя суть эксперимента заключается не в том Что я вам только что озвучил, да? Что-то там попробовать посидеть в сене Или сбежать вообще с карнавала Ну, соответственно, тем самым, получается, не убивать Марка Барбарику Это все на потом А конкретно сейчас давайте тогда попробуем Во-первых, осуществить десинхронизацию Во-вторых, проследить за вот этим Данте Моро Куда он уходит после кражи маски Очень любопытно, очень классная идейка Которая мне только что пришла в голову Куда уходит Данте Моро Если за ней проследить После кражи маски Так, ну по ходу дела придется прервать воспоминания Все-таки Давайте мы его прервем Потому что Потому что мне кажется, что даже если я сейчас осуществлю десинхронизацию То мне придется Уже заново воровать эту маску не придется, мне кажется Поэтому давайте просто отменим задание лучше Тем более, что эту десинхронизацию еще надо осуществить как-то, да? То есть надо, блин, пока там забираться на какое-то высокое здание Пока спрыгивать там с него и так далее Его надо еще для начала найти, это высокое здание Да ну к чертовой матери С ума можно зайти, поэтому Нахер Просто сейчас прерваем воспоминания И Начинаем миссию заново А то реально, ну, срехнуться можно там столько времени Там еще пока найдешь эту вышку Пока заберешься на нее И ради чего? Ради просто десинхронизации И то не факт, что Я еще раз говорю, не факт, что даже после десинхронизации Миссия начнется заново И нам заново надо будет ее воровать Вполне возможно, нет Вполне возможно, она начнется с контрольной точки А контрольная точка у нас Как раз после кражи маски Сейчас вот новая получается Новая контрольная точка после кражи маски Поэтому, друзья, начинаем заново Как раз я уже даже пока тут разглагольствовал, сцена закончилась Волосы, блин, щекотит немножко Ну и в общем-то, все, начинаем миссию заново Отправляемся к ДАТИМОРО ДАТИМОРО ТИМОРО Что такое Туморо? Слово Туморо, это вроде завтра переводится, да? Туморо Тудей, это вроде сегодня, да? А Туморо, это вроде завтра Совершенно не помню, но по-моему так Туморо Хотя, может быть, я вообще что-то очень сильно путаю И возможно... Нет, это вообще не... Манды и понедельник Тьюзды и вторник Что-то там фрайды и среда Четверг вообще не помню, что-то фрайд... Нет, не фрайды и фрайд... One, two, three, four... Фрайд... Фрайды, это пятница Суборо, это что у нас? Короче, Тумороу и Фрайды или... Блин, нахрен, вообще все забыл Все забыл, друзья, все забыл Напишите мне, что такое Туморо и Тюзды? Совершенно забыл Ну, Тьюзды, это вторник, наверное, Тумороу, это, наверное, суббота, да? Это вообще никакой не завтра, так что он... Ладно, друзья, подкупаем... Тюбей, которые приятны, подкупаем, тюбей, которые приятны, подкупаем, тюбей Куда они, куда они пошли? Как я сейчас сварую маску, если... А, все, я ее сваровал, да, отлично Просто куртизанки куда-то разбежались, я их только подкупу Купил, и что, они пошли на каких-то стражников? Тут стражники, что ли, были какие-то поблизости? Ни хрена не ясно Ладно, в любом случае, смотрите, мы взяли маску у этого перца, да? И он продолжает куда-то идти Он нас не заметил, он вообще ничего не заподозрил, ничего не понял Продолжает куда-то идти, и, соответственно, мы таким образом сейчас можем за ним проследить Он не просто куда-то пропал, вот я думаю, что если мы его сейчас потеряем из поля видимости, да? Из поля нашего зрения, тогда он пропадет Но если его не терять Друзья, вот куда он нас сейчас приведет? Очень любопытно, я думаю, что никто из игроков никогда этого не делал То есть никто никогда за ним не следил Я тоже этого никогда не делал Учитывая, что это не первая наша слежка В Assassin's Creed 2, я думаю, что он никуда нас не приведет Но попытка не пытка, мало ли В любом случае, это интересно В любом случае, это любопытно Любопытно проверить Вот чтобы уж наверняка знать, с полной уверенностью говорить, что он никуда не идет Надо это проверить, потому что бывает всякое И, мало ли, он куда-то дойдет Может быть, он идет на кардовал, как знает Вот реально, как знать, может быть, он сейчас намотает тут какие-нибудь кружочки Блин, чувак появился прямо перед нами Это жестко Assassin's Creed 2, впрочем, ничего нового Впрочем, ничего удивительного И, короче Вполне возможно, он сейчас намотает какие-нибудь кружочки Там будет медленным шажочком идти, где-то гулять по городу Но потом, рано или поздно, вполне возможно Он может нас даже привезти на карнавал Запросто Опа! Смотрите, несмотря на то, что мы уже украли у него маску Он все равно может нас спалить Но я знал, что он сейчас развернется Потому что мы сейчас тут, видите, какого-то чела ударили Музыканта надоедливого Поэтому я знал, что он сейчас, скорее всего, развернется Но, блин Мы сбили маршрут? Он идет сюда? Давайте сольемся в толпе Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Что-то не получилось Не получилось у меня слиться с толпой, друзья Так Ладно Тогда продолжаем за ним слежку Смотрите, он... Ну да, походу, никуда нас не приведет Потому что мы ударили какого-то чела Который к нам пристал, да? И маршрут сразу же сбился У вот этого Данте Мора он сразу же сбился К сожалению Но, ребята, рано делать выводы Мало ли, он сейчас какое-то время походит Херней пострадает А потом придет на карнавал По сути, он ведь должен на карнавале появиться Там, насколько я помню Спустя какое-то время нам даже покажут сцену Как приходит Данте Мора Со стражниками И, типа, начинает нас искать Потому что у него украли маску Типа... Ну я не помню, что он скажет Он такой, типа, придет такой злой со стражи Типа, ищите, где он? Что-то такое вот будет Что-то будет такое, да То есть он будет искать Эссо на карнавале Потому что у него пропала маска Ну не Эссо конкретно Просто чувака в этой маске он будет искать Он же не знает, что это конкретно Эссо украл маску И вообще, если задумываться Эта маска Эссо Эссо заслужил ее своим честным Честным способом заслужил эту маску То есть он ее выиграл А вот этот Данте Мора просто подкупил Вот этого парня, который выдавал эту маску Он его подкупил, поэтому маска на самом деле Данте Мора не принадлежит Она и принадлежит Эссо, по сути Так что вот Ну да ладно Просто следим пока что И И смотрим Что же будет Куда же нас приведет этот Данте Мора Ребята, любопытно Мне интересно, если я сейчас впритык подведу Он развернется или не развернется Насколько близко к нему можно подойти Ну супер близко-то, наверное, уж не нужно Я уже думал, он сейчас встанет и развернется Но нет Короче, супер близко-то уж, наверное, не нужно Но Так-то он не разворачивается Вообще, можно было бы напоследок проверить Что будет, если убить Данте Мора То есть вот мы сейчас за ним проследим, да Эксперимент, соответственно, будет называться Давайте сначала подумаем на тему Как будет называться эксперимент Наверное, он будет называться Никуда идет Нет, наверное, так и будет называться Куда идет Данте Мору И что, если убить его Да, наверное, так я и называю этот эксперимент Куда Уходит Куда уходит Дантемора после Кражи маски После кражи маски И что если убить его? Что-то такое Короче, мы сейчас попробуем проследить за ним Собственно, чем мы сейчас и занимаемся, да? То есть посмотрим, куда он идет После того, как мы у него украли маску Мы сейчас этим занимаемся, собственно И уже напоследок, потому что он, скорее всего, даже на карнавал не придет Он просто будет наматывать круги Короче, на самый-самый-самый-последок Попробуем его убить Что тогда будет? И вообще, на самом деле, даже не обязательно его хватать И кидать в доски для того, чтобы убить Можно даже просто клинки достать Типа маску мы уже у него взяли Но, да, точнее, я вот сейчас подумал Наверное, скорее всего, просто миссия провалится Наверное, скорее всего Просто провалится миссия Вообще, если мы попробуем его кинуть в доски У нас это не получится, потому что у нас тут же спалит И миссия провалится, да? А если мы не будем его кидать в доски И просто возьмем клинки, чтобы убить То, наверное, просто будет десинхронизация Да, то есть миссия все равно провалится, но просто не потому, что он нас уже спалил, а потому, что будет написано что-то вроде цель погибла. Что-то вроде того, цель погибла. Так, ну-ка, хватит уже напевать. Ой, ой, что? Он сагрился! Охренеть, миссия не провалилась. Эдсу не убивал мирных жителей, написано, да? Короче, слишком отменяется, по ходу дела, но в любом случае мы уже так долго за ним следим. И вы уже сами видели то, что он никуда нас не ведет. И, короче, он сагрился! Охренеть можно! То есть мы его сейчас даже убить можем, сериал? Вообще, миссия не провалилась, он просто сагрился, как ни в чем не бывало, да? То есть он наспалил, получается. И смотрите, миссия не провалилась от этого. О, какой жесткий чел. Так, давайте сейчас сначала раскидаем стражу. Ну и да, посмотрим, посмотрим, что будет, если его убить. Хотя можно, в принципе, это сразу сделать. А он даже не дает себя взять, мы будем даже и не кинули в доску, не дает себя взять. Так, что будет, если я отобрать топор у этого, я разил, а ну, броу, вперёд. Давай, нападай, мы отберем этот топор. Давай. Так, ну давайте сначала я застражник, аликадиром. О, сразу выбрасывай меч. Эдсу, защищайся, блокируй, блокируй. Да что ж такое-то? Да выброси этот, чёртов, меч. Вот же амбал такой, а? Такой жесткий чувак, охренеть, он там замахивается. Так. Блин, стража мешает. О, отлично. Ну нет, он, так я и думал, не отобрал топор. Я просто не знал, что будет, что он будет делать. То есть я думал, я понимал, что он, скорее всего, не отберёт топор. Но я не знал, что будет. И вот, короче, что произошло. То есть он просто нанес ему одну единицу урона. Так. Ликвидируем стражу и остался... Дядя, дядя. А ну чё, вачёк. Давайте попробуем в воду его как-нибудь. Откинуть. То есть сейчас будем вот так вот его ударять, и чтоб он упал в воду. И до свидания. Охренеть! Охренеть, друзья! Мы серьёзно его ликвидировали. И как бы ничего не произошло. То есть миссия от этого не провалилась. Это жёстко. Давайте попробуем, знаете, что сделать? Опять же, прервать воспоминания. И попробуем тогда просто убить его традиционным способом. То есть при помощи клинков. Что будет, если мы традиционным способом его убьём? Но, ребята, миссия не провалилась. Вообще ничего не произошло. То есть если задуматься, он там потом даже в сцене появится. Охренеть! Охренеть! Ну ладно, это в любом случае, это всё мы будем проверять в следующем эксперименте. Конкретно сейчас. Напоследок просто попробуем его убить при помощи клинков. Традиционным способом, как я и сказал, да? Сразу. То есть мы украдём маску. И, соответственно, сразу его попробуем ликвидировать. То есть, хотя можно прям сразу его и ликвидировать, даже не крадя маску. Вот всё тогда будет. Если мы прям сразу с крыши на него спрыгнем и убьём. Вот эти два способа сейчас проверим, потому что, как-никак, ролик будет называться, что будет, если убить Данте Моро. То есть он будет называться, куда уходит Данте Моро после кражи маски. И что, если его убить? Хотя, друзья, может быть, это всё может быть на следующий эксперимент? Наверное, да. Знаете, как мы поступим? Смотрите, в сегодняшнем ролике мы просто его, типа, утопили, да? Я охренел. Мы за ним проследили и... Как будто пили. И, соответственно, в следующем эксперименте... Ладно, не в этом. В следующем эксперименте, в таком случае, мы тогда уже попробуем... Убить его сразу. При помощи клинков, просто спрыгнув с крыши, не крадя маску. Потом попробуем его убить всё с тех же клинков, но уже не сразу, а только после кражи маски. После кражи маски. Что бы там ни было, посмотрим, какой будет результат, но мне кажется, что миссия провалится. И если она провалится, тогда мы уже снова попробуем его утопить, да? Третье, что мы проверим, это попробуем его утопить снова, как сейчас. Но только... Но только на этот раз. Уже немножко пройдя игру вперёд. Потому что, насколько я помню, там потом будет даже сцена с ним. Как он приходит на этот карнавал и начинает искать Эцио. Ну, не конкретно Эцио, то есть кто-то у него сформал маску, и, соответственно, он ищет этого человека в этой золотой маске. И, соответственно, блин, интересно посмотреть на сцену, потому что мы же его утопим. Как он будет в этой сцене выглядеть вообще, да? Типа, что с ним станет, если мы его утопим и как бы начнём проходить эту миссию дальше? Потому что он в этой миссии ещё вроде как должен появиться. И появится ли он, если мы его убьём? Это мы узнаем в следующем эксперименте. Пока. Кодовое слово-то было, нет? Ну да, вроде я там говорил что-то про Данте Моро, поэтому... Ну, если даже не было, так и напишите. Данте Моро... Данте Моро. И всем мисс! Данте Моро.